bismillahirrahmanirrahim Сегодня у нас урок по книге Тухот Сани И сегодня будем говорить про Алиматул Исме, признаки Исму И перед тем как начать урок, хочу вам напомнить Что перейдя в описание к данному видео Там вы найдете две ссылки Одна из них будет на телеграм чат И другая будет ватсап чат Там можете задавать все свои Интересующие вопросы по данным Урокам, если у вас какие-то вопросы Остаются, то задавайте там Вопросы, иншаллах, постараемся вам ответить И сегодня давайте продолжим У нас третий урок по Книге Тухот Сани Шарх на книгу Аджерумия Каля сказал Автор Аджерумия Исму узнают Аль-Хавзи С окончанием Хавзу Хавзу это как мы знаем Это косра или то, что заменяет эту косру Более подробно дальше уже в Шархе Прочитаем Второй признак это Танвин Присутствует наличие Танвина В Исму Вадухули Алифи Валлями Вход Алиф Лям Определенный артикуль, если заходит на слово Значит это Исму Это его признаком является Ва-Хавзи Также буквы, делающие Хавзу Ва-Хия и это говорит Эти буквы, которые делают Хавзу Окончание Хавзу для Исму это говорит Мин Ва-Иля Ва-Ан Ва-Аля Ва-Фи Ва-Рубба Ва-Лбау Ва-Лкафу Ва-Ляму Ва-Хуруфу И так же буквами, которые делают Хавзу Являются буквы клятвы Ва-Хия и эти буквы клятвы Это Аль-Вау Ва-Лбау Ва-Тау Ва-Акулю И я говорю Говорит автор Шарха Пояснения на книгу Аджурмия Лил-Исми Аля-Ма-Тун У Исму Есть признаки Говорит Ятамайезу Которые отличаются Ан-Ахавайи От его братьев То есть, которые отличают Это Исму От его братьев Какие это братья? Аль-Фи-Али Глагол Ва-Л-Харфи Их частица То есть, от них отличает Исму Его признаки Это Какие признаки? Это Би-Уджуди Ва-Хидатин Присутствие одного Мин-Ха из них То есть, присутствие одного из этих признаков Ау-Куболи-Ха Или же ее принятие То есть, принятие какого-либо признака Одного из этих четырех признаков Которые мы упомянули Или же Ее присутствие Наличие этого признака Ва-Кад-Закара Рахима-Ллаху И также Уже упомянул Говорит Автор Книги Аджурумия Он уже упомянул Мин-Хазих Ла-Аламати Из этих признаков Арба-Аламати Четыре признака И в ход буквы из букв, которые делают хавзу. И вот первый признак. Что касается хавзу, окончания хавзу. В языке, в разговорной речи, арабы используют это слово как его смысл. В разговорной речи арабов это зиддуль-иртифау. Это противоположность вверху. То есть низ получается. Во фи истилах иннухати, по определению грамматиков, арабов-грамматистов, это говорит, айбаратун выражение аниль-касрати, о касре. Аляти юхди суга аля амилю, которую делает частица. То есть, если берем какую-то истму, если на нем получается хавзу, это означает, что есть в конце этого истму касра. То есть наличие касры в конце слова, значит, это по определению, это является хавзу. По определению именно грамматиков. Аума-наба-анха. Или же то, что заменяет ее, заменяет касру. То есть касра, это является хавзу, или же то, что заменяет эту касру. И, например, для этого есть касра на букве «ра» мин бакрин, в слове «бакрин». Видим, да, касра означает, что слово «бакр» и слово «амр» это «исму». То есть я прошел мимо бакрин, и мы видим «бакрин», слово, оно является «исму». Почему? Потому что на нее, во-первых, зашла буква «делающая хавзу», и также на ней есть касра. То есть на ней уже есть окончание «хавзу». Макавлика, и также двое слово «хаза китабу амрин» это книга Амра. Здесь мы видим «амрин» есть касра, значит, получается, слово «амр» это «исму». «Фабакрун» во «амрун» это говорит «исмани», два имени. Почему это два имени? Из-за наличия касры в конце «кулли вахиддин минхума». В каждом из них обоих. У каждого есть касра, из-за этого это является, говорит, именами. Второе. Что касается танвина. В разговорной речи это создавание звука. Как ты, например, говоришь. Издался звук. То есть издает звук птица. То есть издала звук птица. Ай саввата. То есть ты издал звук. То есть издавание звука. А по определению арабов-грамматистов. То есть танвин это говорит «нуну сакинатун». «Нун» на котором есть сукун. Который следует в именах, в конце имен, при произношении. То есть он есть при произношении. И он, его нету, говорит, в письме. Он не пишется. Отдельно «нун» не пишется. Почему он не пишется? Из-за ненуждаемости анха в нем. То есть из-за того, что не нуждаются в этом «нуне». Как бы повторение этого признака. То есть чтобы повторять, заново писать этот «нун», его как бы нету. При его утверждении, говорит, в письме. То есть в письме мы не нуждаемся отдельно писать «нун». Поэтому он есть только в произношении. Но отдельно «нун» не пишут в письме. Например, как мы видим, здесь нету отдельно «нун». Здесь просто повторяется огласовка, которая уже, например, здесь «касра» повторяется. Как мы видим, здесь есть «танвин». И все эти слова, говорит, «кул-кул-ха-асмау». Все они это имена, говорит. «Бедалили» и доказательством к этому служит «вуджуду танвини», присутствие танвина, «фи ахири кули калиматин минха» в конце каждого из этих слов. Это, говорит, присутствие этого танвина в конце каждого из этих слов является признаком того, что это является именами. «Аламату салисату». И третий, говорит, признак «мина аламатин асма» из признаков имени – это «духули алифи валлями фи ауали калимати». То есть, это вход алифлям, артикль, да, в начало этого слова. То есть, если в начале слова есть «алифлям», значит, это слово «исму». Наху, например, «ар-раджулю», «вал-гуляму». Как мы видим, здесь есть алифлям, значит, эти слова – это «исму». И каждое из этих слов является именами. Почему? Из-за того, что зашел алифлям, начало каждого из этих слов. И четвертый, говорит, признак – это «духули харфин мин хуруфил хавзы». Это, говорит, вход буквы из букв, делающих хавзу. Наху, например, «захабду миналь байте иляль мадрассати». Как мы видим, слово «байт» и «мадрасса», они оба имеют буквы хавзу, да, это «мин» и «иля». Из-за того, что зашла буква, делающая хавзу, на них обоих. И также, вторым признаком является то, что это имена, да, «байтун» и «мадрассатун». Почему это имена? Почему? Потому что также в них имеется, вначале имеются алифлям, определенный артикль. И буквы, делающие хавзу, «хия» это, говорит, «мин». И у него много смыслов, говорит, «минха» из этих смыслов, говорит, «аль-ибтидау» – начало. Наху, например, «сафарту миналь-кахирати». То есть, «я начал путешествие из Каира». То есть, «я начал путешествие, оно начинается оттуда». Иля, уже вторая частица, это «вамин мааниха» из ее смыслов, то есть, «иля» имеет тоже много смыслов, получается. И одна из них это «аль-интихау» – завершение, то есть, конец уже. Наху, например, «сафарту» иляль-искандарияти. То есть, получается, «я путешествовал уже до, получается, Александрии», до нее. То есть, мое путешествие, оно завершается. Как только я туда, когда я туда-туда дошел, тогда мое путешествие, оно уже завершилось. Вот. Как бы это уже говорит о завершении, конце. Также «ан» имеется частица «мин мааниха» из ее смыслов, то есть, она тоже имеет много смыслов. Это «аль-муджавизату» – это «переход». Наху, например, «рамайтус сахма аниль-кауси» – то есть, «я выстрелил стрелу из лука». Получается, стрела, она перешла из лука. Вот этот переходный смысл имеет частица «ан». «Ва аля мин мааниха» – из смыслов «аля» также имеется «аль-исти'ляу» – возвышенность, то есть, над чем-то. Наху, например, «са'итту аляль-джабали» – «я поднялся на гору», то есть, «я», получается, «над горой». «Ва фи мин мааниха» – и также из множества смыслов буквы «фи» – это «азарфияту» – это нахождение чего-либо внутри чего-то. Наху, например, «аль-мау фель-кузи» – то есть, «вода в кувшине». То есть, получается, вода находится внутри кувшина. «Ва рубба мин мааниха» – и также из ее смыслов «аттақлилю» – это «малость». То есть, чего-то мало. Наху, например, «рубба ра-джулин каримин бааба ляни» – «как же мало почтенных мужчин встретили меня». «Как же мало мужчин почтенных встретили меня». То есть, получается, «рубба» говорит нам о том, что мало мужчин почтенных, о малости нам показывает. «Вальба у иба мин мааниха» – из множества смыслов частицы «ба» – буква, которая делает «хафзу» – это «аттағдияту» – переход. Наху, например, «марарту билвади» – «я прошел мимо долины». «Валькафу каф мин мааниха» – из ее смыслов «атташбиху» – это «уподобление чему-либо». Наху, например, «лайля кальбадри» – «лайля» – она подобна полной луне. «Вальля му и лам» – «мин мааниха» – из смыслов говорит буква «лам» – это «альмильку» – собственность, то есть принадлежность чего-либо кому-то. Наху, например, «альмалу ли Мухаммадин» – «имущество принадлежит Мухаммаду». Второй смысл буквы «лам» – это «аль-ихтисасу», то есть это получается уже, если «мильку» – это собственность, то есть что-то принадлежит. А здесь получается, что-то, часть чего-то, получается, как бы, это служит для этого. Вот сейчас в примере поймете. Наху, например, «альбабу лиддари» – «дверь для дома». Дверь, это, как бы, часть дома, то есть для нее предназначается. То есть «ыхтисас» – это, как бы, предназначение, более правильный такой смысл, если сказать. «Вальхасиру лиль масджиди» – вот эта подстилка, она для мечети, то есть она, как бы, предназначается для мечети. И третий смысл буквы «лам» – это «альистихкау» – это достойность. Нахму, например, «Аль-Хамду лилляхи», то есть хвалы, достоин Всевышний Аллах. «Ва мин хуруфи л-хавзы», и также из букв, делающих хавзу, это «хуруфу л-касами», буквы, клятвы. «Ва-хия салясату ахруфин», и их, говорит, три буквы, три буквы, которые служат для клятвы. И первая из них, это «Аль-Вау-Вау», «Ва-хия л-ля тадухулу илля аля л-исми захири». И не входит, говорит, эта буква «Вау», кроме как на «Исму захир», то есть «Исму», которая есть на самом деле. Нахму, например, «Валлаху», то есть мы видим, слово «Аллах» — это «Исму захир», почему? Потому что оно есть на самом деле, получается, там нет указания на какое-то слово, а именно само слово после «Вау» идет, после буквы, клятвы. «Ва- 사аху», например, «Ис Корана» — «Бисмиллахи р-рохмяне р-рохим», «Ва-т-ур», «Ва-китаби маст-ур». Здесь мы видим, идет «Вау», тоже буква клятвы, дважды, два раза. «Ва-нахму» также, пример, «Ис Корана», «Бисмиллахи р-рохмяне р-рохим», «Ва-т-ти-ни-ваз-зайтун», «Ва-т-у-рис-ини-н». Также здесь уже три раза идет, да? Уже три раза использована буква клятвы. И вторая буква клятвы это И она не определяется, эта буква Ба, Би ляфзы с одним, Ду на ляфзы, помимо другого. То есть, что это имеется в виду, сейчас поймете. Баль напротив говорит, То есть, слово, которое есть на самом деле. Исму, которое на самом деле. Нахму, например, То есть, мы видим здесь Билляхи, Исму Захир. Тоже получается явное имя. И вот сейчас вы поймете отличие. Или же на местоимение. То есть, получается, видим, да? Исму Захир, это Исму, которая на самом деле явно показывает, что это именно называется. А также еще имеются Замиры, местоимения. Например, Вау, оно не заходит на Замиры. Нахму, например, Би Ка. Би Ка ли Азри Банналь Касуля. Би Ка, мы видим, Ка это Замир. И вот Би и на Замиры тоже заходит. И третий из букв, делающих клятву, это Ат-Та-У-Та. И не заходит буква Та, кроме как на Великое Имя. Великое Имя, Великое Слово, это получается Имя Всевышнего Аллаха. Нахму, например, Вот здесь тоже мы видим, да? Буква Та зашла на имя Аллаха. Если Вау, оно заходит на слова, да? Которые на самом деле, да? Какое-то название чего-то, да? Как вот мы видели в аятах Священного Корана. То буква Та, да, буква клятвы Та, то она заходит только на имя Аллаха. А буква Ба, она заходит как на Исму Захир, так и на Замиры. На этом урок подходит к концу. Еще раз напоминаю вам, что у нас есть чат в Телеграме и также чат в WhatsApp. Ссылки на эти чаты вы найдете в описании к данному видео. Всем, у кого остаются вопросы, советую перейти туда. Там, иншаллах, постараемся уже подробно объяснить вам непонятные места.